Я хочу поздравить вас с вашим светлым днём, пожелать вам, чтобы эта любовь продолжалась на протяжении всей вашей жизни, чтобы она не заканчивалась, и чтобы у вас было счастье, здоровье, много детей, чтобы у вас была радость в жизни. Счастья у вас сегодня. Галочка, рюмочки приготовьте себе рюмочку. Ситуация такова. У нас с Галей уже опыт полтора года совместной жизни. Чуть-чуть. Могу сказать одно, что главное всё равно, что ты хотел идти домой после работы. Это главное. Я считаю, что всё остальное-то будет плохо, хорошо, что ты хотел идти к жене именно домой. Поздравляю вас. Спасибо. Галочка, это раз ваши рюмочки идут на... Спасибо. Спасибо. Ребята, я желаю, естественно, здоровья, счастья вам. Я скажу так. Как говорят в жизни, значит, должны две половинки сойтись. Этих людей я знаю очень давно. Будем говорить так, очень давно. И очень хорошо я их знаю. Я скажу вам всем. Это две половинки, которые нашлись. И я вам скажу, это сто процентов. Это две половины, которые сошлись и сюда. Это всем, всё это, всё, этим всё сказано. Просто они самые счастливые и самые лучшие. Спасибо. Господь соединил их. Я прошу, Наташ, вы видите, что это точно. Наташ, я так люблю вас. Ну, а мы становимся супругами Асаны и Серёжи. Значит, я хочу сказать следующее, что тост должен быть кратким. Как команда, как выступить. Иначе времени на отдых не останется. Есть в Грузии такая плеща. Очень кратко. Когда пожилые супруги пришли проведать своих матерей, отцов, бабушек, дедушек на кладбище, то когда они ходили по кладбищу, видели, что родился в таком-то году, умер в таком-то, прожил два года, три года. А разница 70-80 лет. Но они в недоумении спрашивают смотрителя, объясните нам, почему так. Он им объясняет, что разница вот эта, два-три года прожил между датой рождения и смертью, объясняется тем, что это счастливые мгновения их жизни вместе собраны. И он тогда повернулся к своей жене и сказал, Послушай, жена, когда я умру, напиши на могиле, что я родился мертвым. Вот я хочу выпить за то, чтобы у вас этих мгновений было как можно больше на протяжении всей вашей жизни. Спасибо, Сережа. Спасибо, Анастасия. А что ваши любящиеся? Да, все сказано. Сережа, так вас зовут, любятные. Вашу любую. Прошу вас, ненавиди. Прошу вас, поухаживайте за Сергеем. Ну, пока я не понимаю, Сережа. Ну, а попроще, попроще. Женщины любят подарки. Женщины любят красивые слова. Женщины любят сладкие. Ваша жена любит шоколадку. Ваша жена любит шоколадку. Единственное слово, это можно. Даю маленькое подсказку, но мочи не больше шоколада. Да, прошу вас, на дна. Мы сейчас сказали. Девочки, девочки, и Наташа. Наши гости. Прекрасно, прошу вас, на дна. Счастливейшая премьера, да столько молодых пар, прекрасней. Ребят, нет, это на других с вами. Мы с вами знакомы давно. Ну, это вдвое, втрое, в десятеро нам более приятно, что вы соединили свой брак в таком союзе, и что вы будете теперь продолжать свою жизнь в таком прекрасном союзе. Мы вам пожелаем, чтобы у вас был большой дом, и чтобы в этом большом доме всегда звучал прекрасный людской гомон, который составляет ваши семьи, ваши родные, ваши дети, которые будут всегда общаться с вами, которые будут вы общаться с ними. То есть, то семейное благополучие, которое, в принципе, и есть жизнью. За вас, ребята, за то, чтобы вы все это дело обеспечили. Пожалуйста, вы, два слова. Пожалуйста, супруги, пожалуйста. Одно слово. Горько. Горько, молодым? Горько! Горько, молодым! Горько! 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 Ну, а мы представляем вас, супруги, Горько, Юлия и Юлия. Я знаю вас уже давно. И я хочу присоединиться к словно нашей гостинству, чтобы действительно вы две половины, которые были созданы, действительно друг для друга. И мы нашли друг друга. Также хочу пожелать, чтобы у вас была здоровая семья, чтобы у вас родились здоровые дети, чтобы вы понимали и помнили своих родителей. И в свою очередь ваши дети тоже о вас не забывали. Спасибо. Я желаю паре молодой дожить до свадьбы. Спасибо. Спасибо. По ширюмочке прошу вас обязательно. По ширюмочке и до дна. До дна. Ну, а вы передали микрофон, Игорь, Игорь, и Юлия. Спасибо. Супрыгишек Степанова. Сергей Лежа, я хотел у вас сделать тос, но уже тос, как бы меня опередили, я не буду повторять. Я хочу пожелать. То есть много всего пожеланий было сказано. Я хочу присоединиться к всем пожеланиям и от себя добавить, что вам счастья, любви и долгой жизни. Спасибо. Спасибо, Вика. Жанночка и Сережа, мы вас поздравляем с этим знаменательным днем. Но знайте, жизнь разбить не трудно, а сложить трудней. Будьте живы мудры, мягче и добрей. Слушайте друг друга и любите жить. И вдвоем проблемы легче пережить. Спасибо, Вика. Ребята, ваши рюночки, прошу вас. Ну, опытов в семейной жизни у меня мало, можно сказать, вообще нет. Мало или нет? Можно сказать, вообще нет. Можно сказать. Борисома. Ну, так что в этом направлении я вам ничего не могу пожелать, но я хочу вам сказать то, что я могу вам пожелать, о чем я знаю. Значит, были два друга с детства, которые родились в одном городе. Они жили с самого садика, жили они вместе. Ходили в один садик, ходили в одну школу. Они выросли, ну, закончили 11 класс. Конечно, их пути разошлись. Один поступил на юридический факультет в школу милиции, а второй стал жуликом. Ну, так сложилось у него там в судьбе, в семье проблемы были. Ну, стал жуликом. Попался там, и его посадили в тюрьму. А второй друг его закончил свой университет и зажил хорошо там, ну, стал начальником. Значит, выпустился, ну, освободился уже с тюрьмы друг. А тот, который закончил университет, у него уже была своя фирма, почему он был начальником фирмы. Ну, и друг думает, ну, тот парень, который освободился, думает, кому же не обратиться, как к старому другу. Идет к нему и просит у него работы. Он говорит, ну, у нас с тобой старые знакомые, дай мне какую-то работу, потому что меня везде отвергают. Я отсидел в тюрьме. Ну, и друг же говорит такой, ты понимаешь, ты отсидел в тюрьме, эта репутация фирмы будет портиться, я не могу тебе дать никакой работы. Ну, конечно, там разговора длинного не было. Второй друг все понял, развернулся, уходит. Стоит он на остановке, ждет трамвая. Вот только он вышел с этой фирмы, расстроенный весь, не знает, что делать, ждет трамвая. Подходит к нему старый, старенький пожилой человек. Подходит и говорит, дает ему чемодан и говорит, если меня через два часа вот не будет, я сейчас ухожу по делам, если меня через два часа не будет, и ты можешь забрать все содержимое чемодана себе. Ну, он говорит, да какие проблемы, говорит, пожалуйста, взял чемодан, стоит час, стоит второй, нету старичка, стоит третий, четвертый, нету. Ну, он открыл чемодан, а там полный чемодан денег. Он такой, ну, уговор был, два часа нету, забирает себе, забрал он тоже, открыл свою фирму, открыл, зажил хорошо тоже. И у него заболела мать. Он бросался ко всем врачам, никто ему не мог помочь. И однажды вот так вот, он сидел в квартире, звонок, открывает дверь, а на проекте сидит бабушка, старушка, которая говорит, я могу помочь тебе, вылечить твою мать, я знаю про твое горе, про твою беду. И дала ему лекарство, очень дорогое, которое, ну, было лекарство, от той болезни, которую болела мать, но оно было очень дорогое, надо было так заказывать, он не мог себе позволить его купить. Дала ему лекарство, он вылечил мать, все. Познакомился он с красивой женщиной, все вроде хорошо, зажил классно. Познакомился с красивой женщиной, решили сыграть, с девушкой, решили сыграть свадьбу. И, ну, так как он раскрутился, у него было много денег, он решил пригласить весь город на свадьбу. Пригласил он весь город, собрались все. Разные тосты звучали там, разные все поздравления, вот точно так, красиво отдыхали, каждому давали слово. А друг его, вот, типа липовый друг, сидел в дальнем таком углу, вот, вот, ну, и здесь. И до него дошло слово, он стыет и говорит, я хочу выпить за друзей. Поднимается молодой, при ней говорит, нет, извини, я с тобой за друзей не буду пить. А он говорит, тот отец, который, тот мужчина, который подошел к тебе на остановке, был мой отец. Мать, которая вылечила твою мать, была моя мать. Сейчас ты берешь в жены мою сестру. Так я вот хочу просто сказать, что друзья разные бывают, выпьем же за настоящих друзей. Я прошу вас, давайте поднимем, друзья, какие великолепные представления. Очень важно, еще одно, все женятся, и века не женятся, и ваканс женятся. Очень важно, чтобы вы взяли в жены умные девушки. Ведь говорят, что муж – это единица, а ноль – жена. И все будет хорошо, если жена берет свое место. А то, как станут сын, и в грязь, всю жизнь уже резко измениться. Старе, которую мы раздельно представляли, и всегда будет русский. А женщина, которую мы соберем, будет самым кругом на задних врагах. Здравствуйте, вы уже отвечаете. Вам столько всего даже знали, что я не знаю, даже, что еще можно вам пожелать. Но я только хочу вам сказать, что ваш корабль, семейный корабль, в этом горном житейском море, он не будет быть так вот без штормов, без бурь. Вы к этому должны быть готовы. Так я желаю вам, чтобы их было, этих бурь, у вас как можно меньше. Чтобы солнце было над вашей головой как можно чаще. Погодный ветер дул. Ну, пусть не все 365 дней в ходу, но 360. Пусть стоит пополный ветер. И еще, я хочу вам сказать, что, к сожалению, гости к Наташей не смогли приехать на ваше торжество, но они просили мне передать самые наилучшие, самые теплые пожелания и сказать, что они, и мы тоже вас ждем к себе в гости, мы всегда вам рады. А Сережа... Что? Я не поняла. Ты меня не перебивай. А Сережа, это она, она, наверное, любимая, потому что самый старший самый старший, самый любимый племянник. Жанночка, а ты в наших тоже будешь самой любимой племянницей. Мы ждем вас в гости и желаем вам всего-всего. Я не пойму, сады спешите. Ну, вы снова данные. Ну, вы снова данные. Ну, вы снова данные. Спасибо. Я хочу сказать, что 7 метров подкили. Всем спасибо. Спасибо, Василий. Спасибо, Василий. Прошу. Что мне сказать, Сережа, я вам желаю полотенского здоровья и легенда верности. И еще у меня есть любимый сос такой, без словно от души. Спасибо. Государственного дня, в гости. Продолжение следует...